3 августа на стадионе имени Колоссона прошло празднование Дня физкультурника. Более 70 лет в нашей стране отмечают День физкультурника. Сегодня жители города собрались на стадионе имени Колоссона. Как пройдет праздник у нас, давайте посмотрим вместе. Под гимн России тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы Денис Колмыков и Юрий Горбунов подняли флаг России и флаг городского округа Электрогорск. Праздник был открыт. Поздравил собравшихся глава города Игорь Красавин. Дорогие наши ребятишки, наши тренера, спортсмены, профессиональные, вам успехов. Спасибо, что вы защищаете честь Электрогорска. Мы связываем с вами будущее нашего города. И, конечно, вам всем успехов. И сегодня, я надеюсь, этот праздник состоялся. И хотелось бы, что с каждым годом эти трибуны были бы полны. И чтобы места не хватало здесь, для того, чтобы вместить всех желающих, чтобы прийти на этот праздник. Хорошего настроения, с праздником всех! Далее Игорь Петрович наградил почетными грамотами капитана игроков городской команды «Дюз Швымпел» 2003-2005 годов рождения, занявших третье место в играх по футболу на первенство Павлопосадского района. Почетными грамотами за активное участие в турнире по дворовому футболу на кубок головы городского округа Электрогорск наградили команды «Горького-2», «Милан» и «Пламя». Кубок, медали и грамоту вручили команде «Торпедо», занявшей третье место. Второе место у команды «Факел». И первое место в турнире по дворовому футболу «Кожный мяч» заняла команда «Метеор». Также почетными грамотами за активную жизненную позицию большой вклад в развитие спорта наградили директора детской и юношек спортивной школы Евгения Юзвовича, тренеров по футболу и греко-римской борьбе, а также Дамира Латышева, врача спортивной школы. Заслуженный тренер России Альберт Исаев поздравил горожан с праздником. Дорогие летрогорцы, уважаемые родители, дети, которые здесь присутствуют на этом празднике. Праздник физкультурный. Физкультура развивается в Литрогорске с большой теплотой наших тренеров. Тренеры, которые работают именно над греко-римской борьбой, футболом, волейболом и баскетболом. Я их всех поздравляю сегодня с великим праздником. Вас особенно детей, родителей, здоровья, счастья, благополучия во всем. И дай Бог вам всем успехов, всем хорошего. Подарком для спортсменов в гостей стал праздничный концерт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Взрослые дети участвовали в спортивных развлечениях. Любители шахматы шашек могли присесть за стол и поиграть. Зрители наблюдали за показательным выступлением борцов греко-римской борьбы и тяжелых атлетов. Гости могли полюбоваться приемами боевого искусства айкидо, мастерством чирлидерш. Тренера по фитнесу пригласили всех желающих позаниматься вместе с ними. Прошли игры по волейболу и футболу. Дети с удовольствием стреляли в пинтбольном тире и участвовали в эстафетах, получая сладкие призы. Возраст был неограничен, а маленьким оказывали в помощь прохождение препятствий. А мы тем временем немного пообщались с электрогорцами. Что вы пожелаете нашему городу в плане развития спорта? В развитии спорта хочется пожелать активности руководства. Это очень важно. Активности граждан, что тоже имеет значение. Хотя выбор у нас сейчас небольшой, чтобы предложить им. Но будем стремиться предлагать им как можно больше. Открывать новых секций. Хочется пожелать, чтобы было желание у детей, у родителей. Самое важное, чтобы родители приводили детей, доверяли нам. Мы будем их развивать в нужном направлении. Чего не хватает нашему городу? Денежек надо побольше спускать для того, чтобы наш город развивался в спортивном деле. Это зависит от президента России. Ну и тем более губернатор Московской области, который мы будем выбирать 8 сентября. Чтобы он уделял нашему городу больше внимания. Мы надеемся, что электрогорский спорт будет активно развиваться. У нас есть серьезные амбициозные планы. Мы двигаемся в правильном направлении. Есть понимание со стороны правительства Московской области. Есть команда, которая переживает за общее дело и за наших детей, за наших спортсменов. И, конечно, в ближайшее время мы увидим результаты нашей совместной с вами работы, сказал глава города Игорь Красавин. Продолжение следует...